По обновленным коридорам этой больницы Никита с мамой проходят впервые. Яркие стены, новая мебель, развивающие игрушки и мультфильмы помогают хотя бы ненадолго забыть о своих болячках. В лечебном учреждении стало по-домашнему уютно. Мы в любой момент можем приехать сюда. Это очень удобно, недалеко от дома. Даже если мы проживаем сами в Чердоклинском районе, нам удобнее ездить сюда, чем ехать на ту сторону, в центр или искать какие-то частные клиники. Поэтому мы очень рады. Да, сынок? Да. Городская клиническая больница номер один в нацпроекте здравоохранения участвует уже второй год. Полностью завершить ремонтные работы планируется к концу ноября. На сегодняшний день пациентов уже встречают обновленные фасады, исполнены контракты по текущему ремонту межпанельных швов, полностью заменены оконные блоки. Новенькие кабинеты оборудуют и современной компьютерной техникой. 87 принтеров и 45 многофункциональных устройств появятся в отделении в сентябре. Этой же осенью в эксплуатацию ведут еще 285 автоматизированных рабочих мест. На реализацию запланированных в текущем году работ выделено порядка 20 миллионов рублей. В отремонтированных, скажем так, отделениях снижается даже количество жалоб. Потому что когда пациенты приходят в комфортные условия и находятся, пребывают в таких условиях, в ожидании приема или в ожидании каких-то диагностических мероприятий, у них прекрасное настроение и, соответственно, они настроены позитивно. И, в принципе, сам процесс даже лечения на этом фоне укорачивается по срокам. Первое в жизни исследование на компьютерном томографе Никиту не испугала. Маме разрешили побыть рядом. От нежелательной лучевой нагрузки ее защитил специальный рентген-фартук. Оборудование последнего поколения закупили еще на первом этапе Федеральной программы развития здравоохранения. За пару минут высокотехнологический 16-срезовый КТ-аппарат изготавливает трехмерную реконструкцию обследуемых участков тела. В среднем за сутки процедуру компьютерной томографии в этой больнице проходит порядка 10 маленьких пациентов. Современное оборудование, которое помогает в постановке правильного клинического диагноза. Сама процедура, если без контраста, занимает не более 5 минут, если с контрастом, ну, где-то 10-15 минут. То есть это довольно-таки быстрая процедура, чем МРТ. Мы можем оценить структуры мозга, исключить какую-то серьезную очаговую патологию, исключить переломы костей черепа, пороки развития. То есть очень много информации дает одно очень быстрое, короткое обследование. Обновляют больницу и новые кадры. Станислав Куликов – детский хирург. Родился в Казахстане, а учиться решил в России. Закончился морский мед. В Ульяновск приехал на разведку, но возвращаться обратно уже не захотел. Здесь я вижу, что руководство, оно как бы занимается. Происходят ремонты, закупается оборудование. Какой-то интерес, потому что для молодого специалиста, он сразу как бы, у него глаз не замылен, он просто заходит, например, в больницу. И он сразу видит, что все затухает, как будто больница умирает. Ну, как-то все серо, все как бы, вроде бы все хорошо. Но ты чувствуешь, что больница, вот она просто, она сейчас будет такая, и через сто лет такая же будет. А здесь мне понравилось. Если больница будет в динамике, так же развиваться, и будет все хорошо, мы, конечно, останемся здесь. Мне нравится новый город Ульяновск, я хотел бы здесь остаться. В рамках нацпроекта с 2019 года в Ульяновскую область привлечено 450 врачей и 700 средних медработников. До 2024 года к работе в больницах губернии планируется привлечь еще порядка 1 тысячи квалифицированных специалистов. Яна Федорищева, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова